В домашнем аресте отказано. Апелляционный суд отклонил прошение Виталия Манишина, бывшего замглавы Калманского района. Он останется в СИЗО номер один вплоть до 16 июля. Затем меру пресечения будут продлевать. Напомню, экс-чиновника обвиняют в изнасиловании и убийстве девушки, которое он совершил более 30 лет назад. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 июля 2023 года. И определил постановление Октябрьского районного суда города Барнаул от 18 мая 2023 года в отношении Манишина Виталия Егоровича оставить без изменения. Операционную жалобу адвоката без удовлетворения. Как сообщают в региональном следственном комитете, в сентябре 1990 года в лесополосе в районе села Зеленая Дубрава Родинского района обнаружили скелет ранее без вести пропавшей 17-летней девушки. Тогда, несколько десятков лет назад, следователи опросили компанию, с которой видели девушку в последний раз. Однако доказательств виновности кого-либо не было. Дело остановилось. Спустя более 30 лет следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета по краю в составе аналитической группы по раскрытию расследований преступлений прошлых лет вновь вернулись к изучению материалов данного уголовного дела. Предварительно установлено, что в сентябре 1989 года обвиняемый, находясь в компании друзей, познакомился с потерпевшей. Оказавшись наедине с девушкой недалеко от села, он попытался ее изнасиловать. Однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, вследствие чего молодой человек убил ее, закопав тело недалеко от места преступления. Сейчас адвокат 52-летнего Манишина Михаил Бибекин настаивает на более мягкой мере пресечения. С таким решением не согласен. И более мягкая мера пресечения также связана с изоляцией от общества. И все-таки способствовала бы более объективной картине при расследовании уголовного дела. Исключала бы какие-либо, назовем так, походы к Манишину в отсутствии защитника. Добавлю, что ранее федеральные и региональные СМИ сообщали, что во время следствия Манишин также признался в убийстве пяти абитуриенток Алды ГТУ в 2000 году. Однако официальные структуры эту информацию не подтверждают.